Всем привет! Сегодня мы подводим итоги уже пятой недели главного звездного противостояния последнего десятилетия, которое прямо сейчас происходит в Вирджинии. И я смелюсь сказать, что за прошедший месяц, или даже более того, еще никогда в зале заседания не было так жарко, как сейчас. Потому что, с одной стороны, команда Эйч пошла в ожидаемую контратаку и таки сумела найти часть довольно серьезных контраргументов против главного пирата Голливуда. С другой же стороны, его команда попросту размазала свою оппонентку, не оставив на ней камня на камне, после чего уже сейчас появились инсайдерские сведения о том, на чьей же стороне присяжные, которые в итоге и решат исход всего дела. Если хотите узнать главные и самые важные детали всего этого, обязательно досмотрите до конца. А прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вариант, как смотреть фильмы и сериалы за сущие копейки. Это сайты GGSell. К примеру, тут же Netflix. Знаете, сколько там стоит самая базовая подписка на месяц? 599 рублей, а премиум уже косарь. Тогда как на GGSell тот же премиум аккаунт продается за 89 рублей. Неудивительно, что уже более 22 тысяч человек его купили, ведь это почти даром. Тем более, что на GGSell вы можете таким же образом экономить на Spotify, кинопоиске и куче других сервисов. Все проверено и абсолютно безопасно. А ссылка уже ждет в описании. Ну а начнем мы как бы с обратной стороны, то есть того, чем же закончилась эта неделя, прежде чем перейти к самым важным итогам. Закончилась она тем, что после двух дней нахождения под постоянным огнем представителей JD, актриса Аквамена и ее сторона все-таки пошли в контрнаступление, сумев к концу недели перед выходными собрать пул весьма неприятных для JD людей и свидетельств. Сразу забегая вперед, скажу, что как по мне, это все равно и близко нельзя сравнить с тем разгромом, что учинила своим оппонентом на этой же неделе команда Джонни, но до этого мы еще сегодня дойдем. Пока же начнем с плохих новостей. Закончились слушания с откровения Лен Баркин, актрисы, у которой в середине 90-х годов был непродолжительный роман с JD. В записанных показаниях от 2019 года, которые сейчас были заслушаны, Баркин описала случай в гостиничном номере, когда пара снималась в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Он был зол на своих друзей или своего помощника в комнате, говорит она, после чего рассказывает, что тогдашний бойфренд JD запустил в нее бутылкой вина. Баркин, которая не могла вспомнить, была ли бутылка полная или пустой, заявила, что бутылка, правда, не попала в нее. Также актриса весьма нелестно отзывалась об актере и их отношениях в целом. Элен Баркин сказала, что JD был все время пьян во время их коротких отношений в 90-е. Он постоянно пил и курил, заявила она. Подкурил и имелся в виду, конечно же, не табак. Ну то есть это можно назвать, наверное, первым существенным достижением стороны Эйч, ведь слова о бывшей подруге Джонни как бы в целом пошли в канву того, о чем рассказывала все эти годы актриса Аквамена. Кроме Элен Баркин, оппоненты JD вызвали Тину Ньюман, руководителя производства компании Disney, которая сказала, что статья Washington Post, которая, собственно, сейчас и оспаривается в Вирджинии, якобы никак не повлияла на роль JD в пиратах. Представитель Disney заявила, что никогда не видела в компании никаких документов, в которых упоминалась бы статья Эйч. Они никогда не обсуждали ее, статья не упоминалась и не участвовала в обсуждении ее влияния на карьеру актера в Disney и пиратской саге. То есть тут команда исполнительницы роли Меры, опять-таки, довольно метко отбила, по сути, одну из основных претензий JD, касающиеся того, что написанная в 2018 для Washington Post статья ответчицы лишила актера роли в пиратской франшизе. И хотя мы все понимаем, что, скорее всего, это действительно так, иначе чем объяснить резкий разрыв отношений Диснея с одной из своих крупнейших звезд, слова топ-менеджера компании, конечно, играют в другие ворота. Но это еще не все из неприятных сюрпризов. Также были заслушаны слова бывшего адвоката H. Мишель Малруни, которая показала, что JD назвал ее, как бы это сказать корректно, «дамой легкого поведения» во время телефонного разговора после женитьбы на актрисе. По словам мисс Малруни, он был очень злым и, по ее мнению, актер был под влиянием веществ. Он невнятно говорил, сказала она. Опять-таки, не слишком хорошие характеристики, которые по замыслу противоположной стороны должны отразиться явно на настроении жюри. Ну и на этом все не окончилось. Говорю же, что представители H прям решили пойти в контрнаступление, ведь они также призвали бывшего лучшего друга Джонни по имени Брюс Уиткин, который заявил в четверг, что у его бывшего лучшего друга есть черта ревности. Опять-таки, вода на мельницу отвечится, которая рассказывала, как ее бывший постоянно ко всем ее ревновал. Также мистер Уиткин сказал, якобы его друг одно время постоянно завидовал Николасу Кейджу. Уж не знаю, какое отношение это имеет к данному делу. Правда, мужчины 4 года назад поссорились после 40 лет дружбы, после чего дело даже дошло до суда, так что Брюс Уиткин явно не кажется прям беспристрастной стороной, но мы понимаем, что это представителям АЭЧ и нужно. Которые также вытащили на свет бывшего агента Джей Ди Трейси Джейкобс, которая рассказала в записанных на пленку показаниях, как она помогла звезде пиратов Карибского моря построить блестящую карьеру в Голливуде только для того, чтобы он растратил свой успех на спиртном и всевозможных веществах. Бывший агент также заявил в четверг, что звезда актера померкла, когда распространились слухи о его непрофессиональном поведении на съемочной площадке и прославлении им культуры измененного сознания. Естественно, что подобные заявления тоже играют не на руку Джей Ди. А тут еще и его бывший бизнес-менеджер, которого тоже вытащили на свет юристы-ответчицы, рассказал, что якобы его экс-босс скорее пропиарит свое имя, чем пожертвовать деньги на благотворительность. Джоэл Мэндл коснулся темы привычек Джей Ди к чрезмерным расходам, сказав, в его стиле было больше появляться на мероприятии или превозносить свое имя, чем выписывать чеки на благие дела. Я так понимаю, это типа ответка противоположной стороны на тему благотворительности, но ответка явно слабая и уж точно не способная затмить тот разгром, что учинила представительница Джей Ди Камила Васки с актрисой Аквамена. Произошло это в начале недели, на данную тему у нас было отдельное видео, так что сейчас вкратце, ведь не сказать об этом просто невозможно. Напомню для лучшего понимания ситуации, что еще в 2016 году, когда Джей Ди развелся со своей женой, та потребовала от него 7 миллионов долларов, так сказать, отступных, которые публично пообещала отдать на благие цели, а именно пополам в Союз гражданских свобод и детскую больницу Л.А. При этом сама актриса заявила, что ей ничего не нужно и деньги никогда не имели для нее никакого значения, более того, что 7 миллионов были получены ею и 7 миллионов уже уплачены, не больше, не меньше. Но вот какая штука, во вторник, будучи допрашиваемой адвокатом противоположной стороны Камилой Васки, с актрисой Аквамена определенно поплыла и допустила фатальную ошибку. Сперва она впервые признала, что ее бывший муж хотел перевести лично всю сумму сразу и без проволочек по 3,5 ляма в одну и другую организации и уже даже начал, заплатив по 100 тысяч долларов, но при этом Эйдж призналась, что ее, видите ли, не устраивал вариант, при котором бывший заплатит деньги напрямую на благотворительность, пусть и от ее имени, ведь тогда он избежал бы налогов, а это не входило в планы актрисы. Поэтому она настояла на том, чтобы 7 миллионов были заплачены ей лично, конечно же чистыми, и уже тогда сама звезда Аквамена с барского плеча должна была направить средства на благие нужды. Но оказалось, что и этого не произошло. Еще ранее представитель ACLU заявил тогда же в Вирджинии, что его организация получила всего 1,3 млн баксов вместо 3,5 млн за все эти годы, причем ACLU даже пытались по этому поводу связываться с актрисой, но получили ответ, мол, у нее самой финансовые трудности. Теперь же произошло самое знаковое. Под натиском Камилы Васкис, Эйдж наконец-то признала, что да, она до сих пор не выплатила половину из обещанных 7 млн, это за 6 лет, напомню вам. Сперва актриса Аквамена долго отпиралась, пытаясь доказать, что пообещать деньги и пожертвовать деньги это для нее одно и то же самое, но в итоге под натиском Мисс Васкис она все-таки признала, что да, половину из 7 млн долларов до сих пор не перевела, как обещала, на благие нужды. Это при том, что о данном факте, факте передачи денег, как о свершившемся, она заявляла неоднократно, в том числе под присягой, так что, конечно, подобное разоблачение перед всем миром в прямом эфире было огромным ударом для Эйдж, как не меньшим ударом были и свидетельства Шона Бетта, главы службы безопасности Джей Ди, который был заслушан в Вирджинии. По его словам, еще в 2015 году он начал делать фото лица своего босса, после его бурных выяснений и отношений с женой. По словам руководителя безопасности актера, он никогда за долгое время не видел на лице актрисы Аквамена никаких следов, вообще ничего. Если же говорить именно о лице Джей Ди, то на нем-то как раз, по словам Шона Бетта, новые отметины появлялись с завидной регулярностью. И с какого-то времени глава безопасности актера начал делать фото этих самых следов, примерно со второй половины 2015 года. По словам мистера Бетта, он делал данные снимки, потому что уже тогда предполагал, что, возможно, Эйдж в будущем захочет поквитаться за счет своего супруга или каким-то образом ему напакостить, что в итоге и произошло. Так вот, данные фото, о которых почти никто не знал, были показаны всем прямо на слушании. Кроме того, мистер Бетт также опроверг ложь противоположной стороны о якобы ситуации в пентхаусе актера 2016 года, когда, по словам его бывшей, он там устроил бок весь что, а по факту ни бодикамеры копов, ни в том числе и показания шефа охраны, который был тогда же вместе с Джей Ди и рассказал, что они пришли просто забрать некоторые вещи и спокойно ушли, все это говорит против заявления актрисы Аквамена и ее друзей. Короче говоря, на этой неделе было очень жарко и мнения в очередной раз разошлись кардинально, да так что исполнительница роли Меры, видимо, вдохновленная своим мнимым успехом последних дней, даже выдвинула идею вновь вызвать Джей Ди, чтобы опять его допрашивать. Но вот тут-то как раз она просчиталась, ведь эксперты и инсайдеры из Вирджинии, на которых ссылается, например, издание New York Post, говорят, что это гигантский риск в первую очередь именно для актрисы Аквамена. Почему он? Ну потому что главный пират Голливуда, по их мнению, выглядел, цитирую, очень симпатичным для жюри во время своих выступлений в Вирджинии, и если его повторно вызвать, он лишь укрепит это впечатление. По словам инсайдеров, Джей Ди показался присяжным, правдоподобным и симпатичным, и существует риск того, что у него будет еще больше времени, чтобы быть симпатичным на трибуне снова. Это огромный риск, если он хороший свидетель и снова хорошо себя покажет. Также источники говорят, что актер на самом деле не показался человеком, который разыгрывал что-то или фабриковал. Присяжные хотят узнать, могут ли они полагаться на показания, основанные не на том, насколько умным кажется человек, а на том, насколько он искренний, чего у Джей Ди, в отличие от его бывшей, разыгрывающей настоящие спектакли, не отнять. Также New York Post сообщает, ссылаясь на свои источники, что именно крайне хорошее впечатление, которое актер оставил во время своего присутствия на стенде в течение четырех дней, является причиной того, что команда его бывшей хочет снова его атаковать и попробовать сбить с толку и вывести как бы на ложь, запутав своими вопросами. Но одновременно это, конечно, гигантский риск, и если команда ответчицы хочет все же на него пойти, несмотря ни на что, все это, как нам говорят, свидетельствует тогда лишь об одном, они явно проигрывают и четко это понимают. Это, кстати, сходится с некоторыми сообщениями инсайдеров, которые якобы имеют информацию о настроении в жюри присяжных, и настроение это явно не в пользу Эйдж, как бы верить последним словам или нет, это дело личное, но даже без этого объективные факты, что команда актрисы Аквамена в панике хочет пойти в Абанк, чтобы спасти свое положение, эти факты явно говорят о том, что она проигрывает. Ведь слушания заканчиваются уже 27 мая, и это последняя возможность для Эйдж спасти ситуацию, как ей кажется. Что же, мы продолжаем следить за развитием событий, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, так ничего не пропустите, а еще пишите ваши комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр и всем пока!